Несмотря на солнечный день в квартире нашей героини, Нины Ивановны Сячиной работает внутреннее освещение. По словам пенсионерки, в летний период платежки за электроэнергию больше, чем осенью и весной. В межсезонье из-за отсутствия листвы свет в квартиру попадает куда лучше. Но буквально месяц назад на голову Нины Ивановны обрушилась еще одна проблема – ее квартиру ограбили. Я добьюсь, чтобы убрали здесь все. Ну, в том году вот обокрали первую квартиру, вот вторая через балкон. В том подъезде еще обокрали второй этаж. Ну, сколько можно-то? Вот сейчас вот это солнышко уйдет, будет темно. Здесь ходят все, кто угодно. Здесь пьют, вон там. Вот шашлыки жарят, жарят даже без мангалов. Перед вами их разогнали, чтобы они ушли. Полвторого они ушли. То есть даже сегодня, вторник? Да, да. Здесь семья одна приезжает, они все время здесь шашлыки жарят и все такое. Без мангала. Я раз высказалась, говорю, ну что, они молчат. В туалет куда они ходят? К нам. Понятно, под окна. Да, или в те кусты. Бороться с зарослями наша героиня настроилась решительно. Не раз женщина писала заявление в управляющую компанию ГЖУ-4. Да и ее соседи обращались за помощью в ответственную за их дом организацию. Но пока реакции не последовало. Зато специалисты управляющей компании с удовольствием вызвались принять участие в съемках сюжета. А заодно рассказали о дальнейшей судьбе этой территории. Хочется отметить, что еще в прошлом году здесь проводилось обследование зеленых насаждений. Вырубка будет производиться согласно его итогам. Некоторые деревья не прошли на порубочный билет, они признаны здоровыми. А некоторые есть сухостоя, они будут убраны, спилены, но в течение недели. Поросль, которая находится в кустарнике, мы с Пецремтрансу отправили письмо, в котором установленный срок в течение двух рабочих дней убрать поросль. Зачастую тема вырубки деревьев, расчистки продомовой территории вызывает множество споров. Всегда есть те, кто за и те, кто против. Здесь специалисты коммунального хозяйства опираются на закон. Но главное, чтобы просьбы жителей не оставались без внимания. Ведь иногда это равнодушие приводит к печальным последствиям. Анна Раченкова, Андрей Капустин. Информационная программа «День».